Привет, с вами Сойер. Сегодня разговариваем про корирование. Я собираю вопросы с собеседований и вот по JavaScript очень часто задают вопрос, что такое корирование, и просят реализовать функцию корирования на JavaScript. Это странный вопрос, особенно странно, когда его задают джунам, потому что корирование в JavaScript практически никогда не используется в его настоящем виде, а используется частичное применение функций, которые почему-то очень часто называют корированием. И вот в этом видео я хочу разобрать подробно, что такое корирование, чем оно отличается от частичного применения, и почему в JavaScript удобнее использовать частичное применение вместо корирования. Сразу скажу, что во второй части будет небольшая практическая работа, поэтому теоретическую часть можете пропустить, сразу посмотреть в коде, что там происходит, но все равно рекомендую послушать теорию. Окей, начнем с того, что в одном из прошлых видео у меня был вызов, вот примерно такого вида, когда у меня функция возвращала функцию, потом возвращала функцию, и многие сказали, что это есть корирование. Но здесь вот как раз и кроется ошибка. В большинстве случаев такой вызов это все равно частичное применение, а не корирование, когда мы говорим про JavaScript, это важно. Почему? Вообще корирование это преобразование функции от многих аргументов к набору функций с одним аргументом. И здесь уместно ввести понятие аргументность. То есть аргументность это как раз количество аргументов функции. И есть в связи с этим унарные функции, которые содержат один аргумент, бинарные функции два аргумента, тернарные функции три аргумента. Так вот, корирование это преобразование функций со многими аргументами к набору унарных функций. Это важно примерно так же, как важно, как, не знаю, там какой-нибудь машина Тьюринга. Да, вот это теоретический аппарат, который позволяет сделать набор выводов, доказать эти выводы, и, соответственно, унарный вид функций позволяет использовать математический аппарат, который связан с унарными функциями. И в функциональных языках очень часто все функции изначально хранятся в корированном виде. То есть они автокорированы, и внутри, в реализации, в языке программирования они все хранятся в корированном виде. В JavaScript такого нет. Поэтому часто пытаются придумать что-то свое, при этом, как я уже сказал, вместо корирования используют частичное применение функций, что не совсем одно и то же. Ну и отсюда возникает куча всяких следствий. Что значит корирование? Значит, если у нас есть функция корирования, которая на вход принимает только один аргумент, она в этом смысле тоже унарна, и этим аргументом является какая-то функция со многими аргументами, то, например, для нашего случая с функцией с тремя аргументами, функция кари создаст три функции с одним аргументом. Функция fx будет возвращать функцию fy, которая будет зависеть от y, которая будет возвращать fz, которая зависит от z, и в конце будут выполняться все три функции. Вот так. То есть, корирование единовременно в момент вызова создаст три функции. Три функции, потому что у нас три аргумента. То есть, количество создаваемых функций будет количеству аргументов равно. Это важно. Следовательно, благодаря такой записи мы как раз и можем вызывать их последовательно f от x, от y и от z. При этом важно понимать, что даже если мы попытаемся неонарным способом использовать какую-то функцию, то есть два аргумента передать, вот этот аргумент будет проигнорирован при таком способе записи. То есть, либо сам язык выдаст ошибку, либо он будет просто проигнорирован в JavaScript. Это важно, потому что вот это как раз и нарушается в частичном применении. Что же такое частичное применение? Давайте посмотрим. У нас есть вся та же функция fx, y, z. Так вот, частичное применение – это когда мы применяем какую-то функцию, назовем ее f', но не для всех аргументов, а только для части, например, для x и y. И она возвращает всегда функцию, которая ожидает оставшиеся аргументы. То есть, вот так. Если бы у нас была, например, функция fx, y, z, n, скажем так, и вот так мы бы записали, тогда ожидалось бы z, n. То есть, те, которые мы задали на первом шаге, мы их выкидываем как бы, а оставшаяся функция ожидает вот этот остаток. При этом, частичное задание функции не говорит нам, что порядок должен сохранен быть с первоначальным заданием. То есть, мы могли бы задать и вот так функцию, fz, и тогда бы она ожидала y. То есть, когда мы какую-то часть аргументов передаем, и нам возвращается функция, которая ожидает оставшуюся часть. Функции всегда только две. Одна, куда мы передаем первоначальный набор аргументов, а вторая, куда мы передаем оставшийся набор. Естественно, ко второй функции мы опять можем применить частичное применение, сделать, и она будет опять ожидать какой-то набор оставшихся параметров и выводить там, что мы не ввели. Таким образом, именно это и используется в языке JavaScript, для того, чтобы якобы сделать корирование. То есть, используется вот такая запись. У нас есть некая функция part, которая возвращает либо функцию, которая ожидает дополнительные аргументы, либо саму функцию, выполняющую все аргументы. Несколько раз в рантайме это выполняется. То есть, если мы не передали все аргументы, бог с ними, нам возвращается функция, которая ожидает остаток аргументов. Если мы опять в эту функцию не передали все аргументы, возвращается еще одна функция. Когда мы передали все аргументы, тогда мы вызываем исходную функцию f. Это частичное задание. И как вы понимаете, в отличие от корирования, у нас функция возвращается в рантайме. То есть мы в рантайме каждый раз определяем, нужно нам вернуть функцию, либо нам нужно вернуть результат. Либо нам нужно добрать параметры, либо вернуть результат. И вот частичное задание это 99 из 100 случаев использования в JavaScript подобного рода техник. А 1% это как раз корирование. И как вы понимаете, с корированием есть один большой косяк. Мы не можем определить в рантайме красиво корированную функцию. То есть если у нас есть какой-то язык более высокого уровня, который компилируется в JavaScript, там да, мы просто скомпилируем функцию с нужным количеством вложений. Динамически создать эти вложения в языке JavaScript мы не можем. Мы можем это сделать, например, с помощью eval, который будет крайне некрасиво решать задачу, потому что будет принимать на вход какое-то текстовое описание и генерировать вот этот вложенный набор функций. Мы можем создать функции, которые будут фиксированы относительно количества аргументов. Там carry 3 это для трех аргументов. Carry 4 для четырех аргументов. Потом мы их можем каким-то образом между собой объединять. Но это все некрасивые варианты. Поэтому люди в JavaScript сделали вид, что корирование и частичное применение функции – это практически одно и то же. И стали появляться такие термины, знаете, как корировано относительно первого аргумента. Это, знаете, из серии немножко беременно. То есть берут, когда у нас функцию, допустим, там f, carry, x, y, z. То есть вот такая функция выполняется и выводит результат. И при этом, если мы попробуем еще один раз вызвать, выдастся ошибка. То есть вот частичное применение, она нарушает идею корирования, при котором у нас есть только унарные функции. И именно это основная претензия у функциональщиков к реализации корирования с помощью частичного применения. Но давайте, хватит теории, давайте посмотрим на практике, как это выглядит. Я надеюсь, вам станет все намного понятнее. Посмотрим на реализацию функций. И я не стал набирать это все вживую. Делаю сразу два варианта. Значит, первый вариант это как раз частичное применение, которое я описывал. И особенностью реализации является то, что мы расширяем прототип функции для того, чтобы просто иметь возможность у каждой функции в программе применить такой вариант, назовем его псевдокорирование. Второй вариант это настоящее корирование, когда мы делаем функцию carry, которая принимает на вход один параметр, один аргумент. И далее создает три дополнительных функции, которые выполняются. Что здесь происходит в первом случае? Ну, как я и говорил, создается функция для частичного применения, которая, во-первых, неунарна. Она содержит указатель на функцию, которая должна быть якобы скарирована. И аргументы, которые мы собрали в первом подходе. Дальше, если количество аргументов достаточно для того, чтобы вызвать функцию, она вызывается. Если недостаточно, то выдается другая частично заданная функция, которая дособирает параметры. Опять же, если этих параметров будет не хватать, вернется еще одна функция. То есть функции создаются по мере необходимости. В случае с реальным карированием за один шаг создаются все три функции. И, соответственно, они потом ведут к выполнению заданной функции. Сложение, простая операция, которая, я думаю, понятна всем. Взято здесь чисто для примера. Вот мы берем честный вариант с карированием и созданный вариант для расширяющей прототипы функций. В такой записи никакой разницы нет. Результат получили одинаковый. То есть визуально кажется, что мы получили одно и то же. Но на самом деле, если мы сейчас возьмем и немножко изменим эти функции, например, добавим тройку вторым аргументом, что произойдет? Функции отработают по-разному. То есть различие уже начинает быть заметным. Первая функция вернет функцию с одним аргументом, как и положено. Вторая вычислит те параметры, которые есть. Потому что это частично примененная функция. Если же мы сейчас сделаем вызов еще один раз, то уже первый вариант отработает, а второй выдаст ошибку. То есть здесь уже явно заметна разница между частичным применением и реальным корированием. Реальное корирование всегда возвращает набор унарных функций. И это говорит нам о том, что мы можем вызвать их ровно три раза. Если мы вызываем их меньше трех раз, мы на выходе получим функцию. Если больше трех раз, тогда, конечно же, ошибку. Частичное применение. Как только она собрала со всех функций нужное количество параметров, она тут же вызывает функцию. Вот это кардинальное отличие в реализациях, и его нужно просто знать. Но, конечно же, давление сообщества есть, и на меня оно оказывается. Я сам очень часто называю частичное применение корированием, и проскальзывает этот термин. Поэтому важно понимать, как правильно, но отвечать так, как ожидают. Спасибо, что слушали. Это был Сойер. До свидания.